Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий, Андрей Печерин. «Каждому человеку, в какое время, в каком бы обществе он ни жил, необходимо осознание того, правильно ли он живёт, как оценить те или иные его поступки, где грань, которую нельзя переступить. Чтобы понять это, нам необходимы определённые нравственные образцы поведения или правила. Главные и общеобязательные нормы жизни христианина заключены в Священном Писании. Одним из самых прославленных знатоков Слова Божия является святитель Василий Великий, оставивший нам свои многочисленные духовные труды. Толкование Священного Писания, аскетические трактаты, монастырский устав, литургию, молитвы, проповеди, сотни писем к разным людям. И в числе всего этого обширного наследия сохранились нравственные правила, составленные святителем Василием Великим. Сегодня это назидательное творение Святого Отца Каппадокийца вышло в свет в издательстве «Сибирская Благозвонница» в книге, которая так и называется «Нравственные правила». О ней далее в нашей программе. Святитель Василий Великий принадлежал к знатному каппадокийскому роду. Во времена гонений императора Максимина его дед по материнской линии был лишен жизни, а дед со стороны отца вместе со всем семейством в течение семи лет скрывался в густых лесах Понта, где находились их поместья. Бабка святителя Макрина являлась почитательницей святого Григория Чудотворца и оказала на будущего подвижника сильнейшее духовное влияние. Отец, также по имени Василий, адвокат и известный преподаватель риторики, постоянно жил в Кессарии. В семье было 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Из них пятеро были потом причислены к лику святых – Василий, Макрина, Григорий, впоследствии епископ Низкий, Петр, епископ Севастийский и праведная Феозва Диконисса. Среднее образование святитель Василий получил в Кессарии и Константинополе, а после продолжил свое образование в Афинах, где изучил многие науки, в том числе философию и медицину. Получил навыки блестящего ораторского искусства. Здесь же он встретился и подружился с другим великим святителем – Григорием Богословом. Вернувшись домой в 354 году, святой Василий сделался ритором. Но вскоре желание уйти из мира, давно уже одолевавшее его, победило. Он отказывается от мирской жизни и принимает крещение. После этого святитель путешествовал по Сирии и Египту, затем снова удалился в пустыню, устроив около Ниакисарии свое первое общежитие. В 364 году Василий Великий стал священником и ближайшим сподвижником Кисарийского епископа Евсевия, после смерти которого в 370 году святому Василию перешла епископская кафедра. В трудах и лишениях проходила его жизнь. Но он всегда и за все благодарил Бога. После себя святитель оставил достаточно обширное литературное наследие, о котором известный русский богослов и историк Церкви XIX века архиепископ Филарет Гумилевский писал. Великий пастырь Кисарийский в своих сочинениях является весьма многосторонним. Он – вития проповедник, догматика-полемик, толкователь писания, учитель нравственности и благочестия, наконец, устроитель церковного богослужения. Книга, которая представлена сегодня на нашей книжной полке, открывает нам святителя прежде всего как учителя нравственности и благочестия. Она, по словам издателей, обращена к самому широкому кругу читателей и укорененных в церковной традиции, и только начинающих знакомиться с учением Православной Церкви и даже незнакомых с ним. Книга содержит в себе небольшое по объему, но яркое и поучительное нравственно-назидательное творение, определяющее всю христианскую жизнь и деятельность, как вообще, так и специально в разных состояниях. Сочинение включает в себя 80 правил, многие из которых еще подразделяются на главы. Каждое правило или каждая глава состоят из более или менее кратких сентенций, которым присоединяются подборки цитат из Священного Писания на тему, какие нормы жизни христианина на его пути ко спасению главные и общеобязательные. Эти нормы неизменны. Они не зависят ни от эпохи, ни от национальности человека, ни от каких-то других факторов. Нравственные правила Василия Великого показывают, что обязательно требуется от всякого христианина. Неважно, кто он, оглашенный или мирянин, монах или священнослужитель, мужчина или женщина, юноша или старец. По жанру произведение напоминает учительные книги, которые известны были уже в древней христианской письменности. Определенное сходство наблюдается также и с жанрами, получившими рассвет в древней монашеской литературе, а именно сапофтегмами и главами. Священное Писание становится центральной осью и основой всего сочинения. Не только потому, что выдержки из Библии составляют большую часть его, но и вследствие того, что Писание, по мысли автора, определяет всю жизнь христиан, как учеников Господа Иисуса Христа. Поэтому слушатели, пишет святитель в одном из правил, наставленные в Писании, должны испытывать, что говорят учители, и согласное с Писаниями принимать, а не согласное отметать, и держащихся таковых учений еще более отвращаться. Или, как говорится в другом месте, не должно просто и без исследования увлекаться людьми, которые носят на себе личину истины, но надо бы узнавать каждого по признакам, какие даны нам в Писании. Как наставляет нас Святой Отец, Священное Писание служит не только путеводителем в вероучительных вопросах, но и позволяет ориентироваться в здешнем временном бытии. По признакам, объявленным нам в Писании, говорит он, узнавая о настоящем времени, каково оно, и соображаясь с ним, должно располагать свои дела. Собственно говоря, все нормы поведения христиан и их внутреннее устроение души регламентируются Божьими словами, вследствие чего они, как ученики Христовы, которые сообразуются с тем единственным, что во Христе видят или от Христа слышат, должны направлять жизнь свою к единственной цели — Царству Небесному. Крупнейший исследователь, святителя Василия Пол Федвиг, назвал нравственные правила руководством для подвижников, живущих в миру. Однако, стоит признать это произведение руководством вообще для всех христиан, как фундамента христианской жизни, первые необходимые ступени на пути спасения и совершенствования. Как отмечают издатели, предмет этой книги — христианская нравственность и азы науки спасения, божественные заповеди, их понимание и исполнение, цель христианской жизни, то есть все то, что выражено кратко в двух самых главных заповедях Христа Спасителя. «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Эти истины просты по своей формулировке и доступны всем, и в том числе людям, даже не владеющим грамотой. Однако исполнение на деле этих нравственных правил отнюдь непросто, так что и целой жизни вряд ли хватит для полного и совершенного их осуществления. А если кто и приблизится к этому, то такой человек будет по праву именоваться спасенным, то есть блаженным и святым. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok